Приветствую вас. Собственно, первое, что хочется спросить, это то, что вы спрашиваете, что делать. Собственно говоря, что делать, чтобы что? Что вы хотите? Дальше. Мы с ним в отличных отношениях друг к другу относимся к заботе, я ему решил рассказать о своих чувствах. Это безусловно хорошо, что вы решили рассказать ему о своих чувствах, вот только опять же, вопрос заключается в том, зачем. То есть, вы чего ожидали в ответ. Понимаете, если вы хотите в заимности, то это нечто, что нужно вам, это внутренний конфликт, лично ваша проблема. Вот. Если же вы просто поставили человека в известность о том, что у вас есть такие чувства, то его реакция вполне обоснована. Дальше. Я написал ему письмо от Брэйла по почте, написал, что в этом смысле только чувств, что он очень благодарен за то, что я ему всё рассказал, что у вас наше общение, продолжение, в любом случае не хочет, чтобы я ушла из его жизни. А я не знаю, что делать, чтобы что. Вместе уже вряд ли быть в смысле, как друзья или как влюблённые. По крайней мере, мне так кажется, вчера узнала из инстаграма, что он обжимался с какого-то девчонкой на ней родине друга. И что? Вы считаете, что он не должен этого делать? Это было отчетливо видно на видео, а я очень ревнивый. С чем связана ваша ревнивость? Ревность возникает из нескольких причин. Из-за страха одиночества, из-за собственной нереализованности и из-за сравнивания себя с другими. То есть давайте поисследуем причины вашей ревнивости. Сейчас в таком состоянии, что хочу прекратить вообще общение, чтобы больно себе не делать. А может быть лучше разобраться в том, почему вам больно и не терять хорошего человека, не более, что он вам дорог. То есть вот, как вы сами-то чего, а что вы хотите сами. Понимаете? Если он вам действительно дорог, если вы о нем заботитесь, если вам хочется, к примеру, для него что-то сделать, то зачем с ним разрывать отношения? Если вам больно, если вам больно, то безусловно, понятно, что вам больно. Давайте с этим разберемся. Давайте разберемся с тем, что определяет вашу боль, да? Вот. Давайте поисследуем вашу боль, и мы сможем как бы не избавить вас от нее, а реализовать ее, раскрыть ее, то есть трансформировать в нечто, что изменит ваше поведение и жизнь, и боли не будет тогда. И вы сможете загранить и друга, и возможно, возможно, с ним отношения у вас тоже получатся. Хотя, как мне кажется, он взаимности к вам не испытывает, судя по его ответу. Вот. Но это все, опять же, уже не будет вас волновать, если вы раскроете причины своей боли и увидите, что дело в вас. Дело не в нем, не в молодом человеке, а в вас, что вы так реагируете. Ну и ревность, конечно, тоже. Вот. Вот так вот. То есть, такое мое видение, и вам нужна цель. Цель нужна. Что конкретно? Я хочу, хочу делать. То есть, я не знаю, что делать, что делать, чтобы что, какая цель. Разобраться в себе – одна цель. Гармонизировать отношения с моим сладким человеком – другая цель. Поработать с ревностью – третья цель. Ну и так далее. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok